Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа OnTarget с Капитаном Табах и я, конечно, Каберанг Табах. Это серия программ про людей, которых я считаю героями, которые что-то сделали для общества, для других людей, для своей страны и заплатили за это цену. Кто-то здоровым, кто-то статусом, кто-то финансами, а кто-то и жизнью. Сегодня в первый раз, у меня второй раз, Андрей Тележенко, мой друг. Андрей, слава Украине! Слава! Поздравляю тебя с 30-летием независимости Украины. Взаимно, ты тоже помогаешь. Спасибо, я был на параде, видел, мне понравился больше неофициальный парад. Слушай, дружище, давай сразу перейдем к тому, что происходит. Уже была передача с тобой, ты вырос на Западе, твой отец служил в посольствах, в Казахстане. В Америке, в Канаде, в Египте. Но он был не дипломатом, не большим чином, он был в охране. Да, безопасности. Безопасности посольства, да. Что у нас называется РВСО, Regional Security Officer. Никаких политических, там он решения не принимал, и дипломатические игры он не играл. Он был пограничником. Да. Старший прапорщик. Старший прапорщик, да. Заслуженный ветеран пограничника Украины. Мы его поздравляли с Днем пограничника. И ты вырос в Соединенных Штатах, в Америке, у тебя английский родной язык, можно сказать. И ты стал украинским дипломатом, учился в Америке. Ну, и потом началось. Что произошло? Расскажи быстро, что произошло, и как ты попал под эти санкции в Соединенных Штатах Америки? Кого ты в Америке так разозлил? Дип-стейт. Я сказал правду, что произошло тогда, в период 2016 года, когда выборы были в Америке. Президент Трамп тогда, кандидат президента Трампа, и шел. И тогда я встретился с демократической партией, с госпожей Чалупой, которая предложила мне сотрудничать, давать информацию против кандидата Трампа на то время, и его команды. Я отказался. Будучи дипломатом, она сотрудником ДНС, пришла ко мне, попросила мне дырт, грязь на команду Трампа или на самого Трампа. Это не вмешательство она считала в политику? Нет, она считала, что это... Если Трамп, то это можно. Можно, да. Что он русский агент, и Украина должна помогать. Она обязана помогать, Украина обязана в этом брать участие. То, что Байдена сын здесь орудует, это не так. То они этим вопросом занимались. Уже, как бы, я так понимаю, и то меня, и после меня. Я отказался с ним сотрудничать, должен послушать так дальше. Нельзя делать это незаконно. Это потом повлияет не только на нас с ним, а на страну, потому что мы представляем Украину. Что и было впоследствии. Ну, мы потом видели после этой встречи с Чаупой, там она имела общение с другими политиками нашими и дипломатами, что потом был слив черной бухгалтерии, Манафорта уволили. Как бы, все то, что потом происходило, как бы, подтвердило то, что, как бы, я говорил. И я пытался, как бы, эту информацию донести в Украине. Когда победил Трамп, была информация, что они знали, что Украина в этом брала участие. Но Украина должна была просто поменять посла, и все было бы хорошо. Поменять страничку, новые люди, кто-то должен понести ответственность. И, как бы, было бы нормальные отношения, мы все не были в этой ситуации, в которой находится Украина. Это Порошенко не сделал. Хотя, доносили неофициальными каналами, не только я, а другие люди. Я вышел публично, в политику, в декабре, 16-го года, 17-го года, в январе вышла статья. Там, где я говорю, и там, где эта же госпожа Чалупа, демократическая партия. Подтверждает политически то, что я говорю, и все, что они делали. С гордостью, что на этом занимаются, работал против Трампа. Тогда Байден, как раз, в последние недели... Против, против дьявола. Против, да, дьявола, так званого. И тогда Байден, это последний визит в Украину, дает эту статью считать. Порошенко, тот меня вызывает на ковер. Я, как бы, частный гражданин, уже нигде не работаю. Как бы, работаю в его команде, но выступил, как бы, со своей личной позиции. И после этого все началось. Что я русский агент. Я пытался еще в то время как-то сказать американскому посольству, что реформы идут неправильно в Украине, что надо что-то менять. Ну, ты русский шпион, конечно, ты за Трампой говоришь, что тут коррупцией занимаются. Ну, только надо подключать, как бы, ну, надо что делать, потому что это моя страна. Как бы, не то, что ваши деньги вы отмываете, там, непонятно, как этот полбеды, а то, что это моя страна, это в первую очередь. Ну, сейчас мы видим, что это полбеды по сравнению с тем, что в Афганистане. Да, ну, то, что там развал вообще в Афганистане за 10 дней все сдавалось, и в Украине, у нас, как бы, нет государственности уже, у нас правоохранительные органы не работают, антикоррупционные органы, эти так званые, не работают, вся система развалена, а кому-то это выгодно было. Я про это выступал против этого. И тогда мне полностью сказали, что русский агент, шпион, тем более, когда приехала госпожа Юванович, посол, потому что до этого ТЭФ был посол, поэт, я их лично знал, хорошо общался, в Белом доме был пять раз, официально, как бы, доваривался сам несколько раз про встречу в Белом доме непосредственно, и был участником переговоров между советниками президента США и вице-президента с нашими чиновниками. А в каком году посол Янович прислали сюда? Как раз это был где-то 16-й год, конец 16-го года, потому что поэт уехал. Я был у него на порчальном пати, он меня официально приглашал на День независимости, на порчальном пати, лично там зампосла Донахи был покойный, уже такой хороший парень был с внешней вашей разведки. Ну, как бы, они адекватно сотрудничали со мной, я помогал ему, как бы, по пониманию Украины, они сюда прислушивались. Но потом, когда Иванович приехал полностью, Кент Иванович, это был тотал фейл с американской, как бы, дипломатической службы по отношению с Украиной, потому что они настроили Украину против себя. Как только я вам сказал, ребята, если вы настроите Украину против себя, то, что люди начнут вас ненавидеть в регионах, не то, что как Америка, то, что люди почему-то плохо жить, это будет, исходя из тех реформ, которые вы сделали в Украине, у вас это будет проблема, вы проиграли. Что происходит сейчас в Украине? Потому что там в Фейсбуке это одно, а то, чтобы поехать в регионы, пообщаться с людьми, как они относятся в власти, то, что эти реформы произвели, кто эти реформы делал под внешним управлением. К сожалению, оно есть такое, я в этом участвовал. Это ваша политика, я просто хочу знать, что ты натворил, почему ты санкций, как ты под санкции в моей стране? После этого я познакомился еще с Джулиане, это уже была первая такая черная метка. А потом я… Это смертельно. Я параллельно работал с Bluestra Strategies, это лобби фирмы Burisma, там где Хантер Байден работал. Хантер Байден работал все-таки? Да, конечно. А что он делал? В чем встречал своего работы? Ни в чем, просто имя Байдена использовал. Вот это работа, работал Байденом. Да, работал Байденом, сыном Байдена, то это, то я как бы их не был представителем в Украине, и тоже как бы знал какую-то информацию, но я их не трогал, пока они меня не трогали, пока начали мне не угрожать, что типа Тележанка, ты вот общаешься с Джулиане, как только я начал с ним общаться, вышел это Washington Post, они начали меня угрожать, у тебя будут проблемы в Украине, я так начал это чувствовать. Я один раз журналист из какой-то знаменитой, по-моему, из знаменитой газеты хотел взять интервью, брали интервью, я понял, что они не берут интервью, что происходит в Украине с коррупцией, они хотели, чтобы я сказал им что-то про Джулиане, что Джулиане, они думали, что я занимаю тут какой-то пост и что-то делаю. То есть, с тобой связано, значит, есть цепочка. Я когда понял, что я вообще никогда Джулиане не видел, я не знаю ничего про него, и я его слушаю, мне нравятся его репортажи, но и все, они меня выкинули, и так никогда не напечатали. Это было, и у них был интерес только, чтобы на Джулиане набрать какой-то... У них есть свои темники, как у нас говорится, это указание сверху, что печатать, что не печатать. Это как бы про это можно отдельную передачу создать, как работает американская пресса, думаю, людям будет интересно, что все думают в New York Times, еще что-то, там не все так просто, вырезают, когда статьи выходят... Я думаю, что для украинцев надо только посмотреть, как New York Times все делала во время Голодомора, что он опечатал, зная прекрасно, что происходит здесь. Вот это пример шикарный, я тоже его использую. Так что дальше, я как бы, чтобы защитить себя параллельно, ну, сенатор Джонсон, это глава комитета Human Security, и сенатор Бресли, глава комитета финансов в Сенате США, хотят со мной встретиться. А я с ними встречаюсь, я говорю, вот такая ситуация, я готов не только говорить про вмешательство украинского выбора, вот и блуз-стар, они мне угрожают, я готов дать, как бы, то же показания, потому что, как бы, я понимаю, что за ними стоит, что за этими владельцами этой компании, Кэрент Ромонтана, который сам главой аппарата президента была, Белла Клинтона, и ее коллега, тоже основательница компании, была советница Белла Клинтона, как бы, не очень дип-стейт, еще то и то, и что они могут сделать. И, как бы, чтобы защитить себя, я готов был дать показания, и что я сделал. Я сказал, я буду давать показания только, как бы, до моей работы, в уста, ну, как бы, то, что я знал про них, и после. То, что по контракту, вы должны мне дать супину, официальный вызов, как бы, юридический, чтобы я, как бы, потому что у меня контракт был подписан, я не готов просто так... А не разглашение. Да, не разглашение, да. И они были готовы дать супину в марте 2020 года, но тогда выступил ярый противник Трампа Ромни, который член комитета, это его решающий голос был, чтобы не дать мне супину, что Тириженко русский агент. И он против Трампа борется и против меня. А русский агент, потому что ты, как бы, выступил за Трампа. Да, он же единственный республиканец, который вас ввел за импичмент Трампа, и единственный республиканец, который вас ввел, чтобы меня супину не делать. Ну, короче, мы одни враги. Такой республиканец. Ну, такой псевдо, да. Ну, короче, я дальше... Потому что у него президентом не получилось быть, а у Трампа получилось. У него деньги получал от Сороса, к сожалению. Вот почему у него такая политика. Ну, там политики работают, туда дуются, куда деньги, откуда деньги. Блот творит добро, да. И я, как бы, дал показания и в Сенате. В Сенате вышел отчет двух комитетов. Гоменд Секьюрити, это комитет и по разведке, также они там, у них информация, они все, что безопасность у страны, это их комитет, это какой-то комитет культуры, который тоже важный, но они полностью знали, кто я, что я, со всех разведок, собрали на меня папки, и не было никаких вопросов Тележенко. И тут они, как бы, также пишут в этом отчете, что Тележенко, все с ним нормально, он не связан ни с Диркачем, ни русский агент, он адекватный, нормальный парень, и там 20 страниц из 80-ми моей информации, моих документов, которые с моего личного имейла, и мои, как бы, показания. И там также описывают, кто я такой. И они там пять раз вспоминают, что Тележенко не русский агент, не шпион, не сотрудник с Диркачем и тому подобное. Даже показания из Джорджа Кента в Сенате, в этом комитете, что его спрашивают, Тележенко работает на русских, с русскими, про русские видения, нет, ну, как бы, про Кремлю русский, нет, 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 все нормально, он просто лжец, ну, и он мне не нравится. Это в Сенате он сказал, ну, не подтвердил, что русский, это Кент. Просто не нравится. Да, Кент, это человек, который... Ты мне тоже сразу не понравился. Ну, видишь, как. Бывает. А у нас так вот работает, нравится, не нравится. Так что вот это, ну, то такое, ну, сам факт, что там подтверждение было, что в документах Сената, что я, как бы, чист, что со мной, как бы, мои показания можно взять, они их взяли и официально опубликовали. Потом, в последней неделе, правительство Трампа, уже когда Трампа уже добивают, все уходят, его, он, как бы, не контролирует власть, вводятся санкции, связывают меня с Диркачем, что я русский агент, противоположно пишут то, Ну, вот смотри, мы друг друга знаем давно, скажи мне правду. Ты русский агент. Ну, что между нами? Думаю, нет. Нет. А Диркача ты знаешь? Нет. Ты с ним близок? Нет. Я с ним виделся 10 минут. И то после встречи с Джулиани, который... А в чем Диркач виноват? Что он учился в школе КГБ. Что он учился в школе КГБ. Какой криминал он создал? Что он учился... Половина ваших журналистов учились в школе КГБ. А он, типа, учился в школе КГБ, и это американцы публиковали. То, что он публиковал, записи Байдена и Порошенко. Вот это за то, что они его... Ну, он как бы пророссийский, что-то они говорят или что-то такое, да? Ну... Но это вина его. Это, типа, то, что... Это то, что ему не триминирует. Без доказательств. И он тоже санкционировал? Санкционировал. И ты санкционировал? Я санкционировал. И тебя за это санкционировали, потому что ты связан с Диркачом? Яков. А ты его не знаешь? Да. Я тоже был... Чего я борюсь? Чего я отстаиваю? Ну, а если бы ты даже его знал, то как это тебя... Ну, это тоже не проблема. Но сам факт для меня была, что Америка, страна, которая... Я знал... Западный принцип. Я знал Жириновского. Ну, видишь, тебе надо вообще санкционировать. Паспорт заводить Америка. Я зря это сказал. Запипайте это. Не знаю я никого. Ну, послушай, так же нельзя жить. Он знал, он Ленина видел. Он Джулиане разговаривал. Понимаешь, это отчет... Давай мы будем теперь, как вот у меня есть фотография, где там мой дедушка, и там вырезано рядом чье-то. Это человек, которого арестовали там в 38-м году. Они вырезали, диссоциировали себя. Вы знаешь, мы... Я теперь должен повырезать все фотки. А сейчас нельзя вырезать все это? Что я с тобой же фотографировался на твой день рождения в позапрошлом году. И что теперь я тоже понимаю? И я за Трампа. Значит, я тоже русский агент. Логика железная. Капитан первого ранга ВМС США, представитель НАТО в России, русский агент. Я был персоной Нанграда. Я не въездной в Россию. Путин... Это все... Это были глаза. Что я продолжаю бороться? Я буду бороться. Потому что они сказали ложь. Я бегал с автоматом, когда все вот эти люди, которые меня называют русским гендом, они еще были, работали парнями очень ценными, коротко по... На комсомольских стройках. И я теперь... Они такие все в вышиванках, там они все такие герои. А я, оказывается, и ты, российские агенты, потому что мы сказали, что на Трампа это было все сфабриковано. Потому что это все... И уже есть документы. И документы есть, чтобы ты никакого отношения не имел к этому. Конечно. Но тебя все равно санкционировали. И Украина санкционировала. А как может... Подожди. Кто в Америке тебя санкционировал? Department of Treasury. Это Министерство финансов США. За что? За связи с Диркачум. Якобы. Которые не имеют. Они могут меня санкционировать за связи с тобой? Я тоже у них спрашиваю. А если вот я с кем-то вот общаюсь, а он общается с кем-то, это целая цепочка... Тут можно и людей так раз... Целые... Какие-то культы можно сделать тут, координации. Они на меня смотрят, даже когда с прессой либеральной общаюсь, Вашингтон пост. Ребята, вот вы сейчас со мной общаетесь. Так тебя надо под санкции посадить. Ты же общаешься, ты журналистом, общаешься со мной. Ты пишешь про меня. Подожди. А как... А как у меня своя страна могла санкционировать? А моя страна, потому что американцы санкционировали. Надо, извините, партизация надо перед встречей с Байбином. А что это значит? Что это значит? Тебя посадят в тюрьму? Нет, то, что все мои тоже активы, финансовые. И все, что у меня как бы есть, все замораживается. И как бы страна это как бы контролирует. И военное судно не могу ставить в Украине. И что? Военное судно хотел поставить. Они тоже не имеют права. Это под санкции пишется. Не имею права ставить военное иностранное судно в Украине. Швартовать. Ты? Да. А я хотел. Подожди. Сорвали мой план. У тебя же жена, дети. Да. А как ты можешь работать или зарабатывать деньги, или открыть банковский счет, или еще что-то, если у тебя собственная страна. Это антиконституционно, не незаконно, что они сделали в Конституции. Это прописано. И по законе про санкции. А кто тебя санкционировал в Украине? Рэнбо. Наша, как говорится, National Security Council. Рэнбо украинская. Вот такой ЧК. Чрезвычайный комитет такой. Голосование и расстрел, не расстрел. Сибирь, не Сибирь. Без суда, без следствия. Магадан, не Багадан. Без суда и следствия. Просто то, что американцы санкционировали. Американцы также были санкционированы судьи Гаггарского трибунала. Была такая ситуация при Трампе даже, за то, что они вынесли неправильное решение по поводу военных в Ираке. И Нидерланды их не сдали. Они остались судимы. И Америка с них сняла санкции последнего Трампа. Потому что их страна отстояла. Несмотря ни на что. Так что, как бы, позиция страны должна быть сильная. А у нас страна подлизывается под Запад. Под Байдена. Думая, что Базилианский, думает, что он что-то себе вытаргует. Или Ермак, что Антеллиженко санкционировал. Ничего не получится. Им еще там, им еще скажут пару ласковых слов по поводу этого, по поводу меня и все остальное. Ну, я думаю, что, я надеюсь, что ваши власти, ваши президенты, знаешь, они не вмешиваются, они имеют морального права вмешиваться в вашу внутреннюю политику. Но я думаю, если хотя бы чуть-чуть наблюдать то, что происходит в Афганистане, и как поступила эта же администрация в Бенгази... А в Украине, Крым, как они нам сказали не стрелять. Я же перебуклял. Да, и то, если я еще тогда сказал, у меня есть передача про Бенгази, и я там сказал, что если эта администрация предала 4-х человек там, то 40 тысяч ждите. В следующий раз это будет 40 тысяч. И вот сейчас мы это видим. Поэтому я надеюсь, что... Послушай, я был вот на параде 30-летию независимости Украины, но я был на официальном и был на неофициальном, где идут ребята с АТО, раненые, семьи. Я там простоял 4 часа, больше не мог. Все 4 часа, что я там стоял, было море людей, которые скандировали спасибо, джанкуемы, дзякуемы, скандировали, и хлопали, аплодировали все 4 часа, без остановки, все. Это стоял просто грохот. И тысячи и тысячи людей, и колонны шли, и шли, и шли. Ребята не наряженные в этих, как солдатики заводные, а в полевых формах, с орденами, которые, знаешь, пот и грязь на этой форме пропитана, кровь у некоторых. И я понял, что эти ребята могут повторить. Вот они реально могут повторить. И старые, и молодые, и все. Они еще раз. Они за власть нет. Никакой власть. Они за свою страну, за свою землю, за свою хату. Поэтому, Андрей, я думаю, что ты еще молодой человек, и ты любишь свою страну, и ты такой же герой. И я понимаю, что это драка. Герой и они. Мы еще так. Нет, ты тоже герой. Ты стоишь за правду, как и они. Они просто люди, может быть, попроще. И могут... В том смысле, что у них не было таких возможностей, как у тебя на высоком уровне драться. Они дрались на поле брани, своими телами прикрыли эту землю. Ты своим сердцем прикрываешь эту землю, свою землю. Это, конечно, честь и хвала этому. Большинство гибнут в этом. Я надеюсь, что ты не погибнешь. Я молю Бога, и ты религиозный человек, что ты не погибнешь в этом бою, что изменится, изменится к лучшему. И правильные люди увидят. Правильные люди увидят и поймут, что ты был на правильной стороне истории. Что ты сказал правду. Все, что ты сделал, ты сказал правду. И за это ты поплатился очень-очень дорого. И карьерой, и здоровьем, и финансами. Но я думаю, что времена изменятся. Два доллара я тебе дарить не буду, потому что я тебе в прошлый раз подарил. На память. Но ты знаешь, что это... Freedom is not free. Свобода... За нее надо бороться. За нее надо бороться. И ты не один. У тебя есть друзья, у тебя есть поддержка. Но мне говорят, что ты выступаешь на пророссийских каналах. Я выступаю на каналах украинских. Потому что там украинские журналисты. Это наши ребята, которые и на Майдане стояли. Показывают, что там происходило. И это люди, которые работают в Украине. Они показывают позицию другую. Может, не всем она нравится. Я туда... Мне этого приглашают, слава богу. Мне дают возможность говорить то, что я хочу. Никто не говорит. А на другие каналы к чему тебя не приглашают? Не приглашают. То есть команда не приглашает. Вот такой санкционный этот человек. Не приглашать его. А тут приглашают всех. Тут не только меня приглашают. Тут приглашают из партии Порошенко. И слуг народа. Просто слуги народа туда не ходят. Ну, то, что сегодня пригласят. Из других партий приглашают. Все мнение высказывают. Меня тоже... Там такие перепалки бывают. Разные люди приходят, общаются, говорят, встречаются. Но все говорят правду. И там нету... На этих каналах говорят... Люди приходят и говорят то, что они хотят. Да, к сожалению, меня тоже приглашают. Но один раз на какой-нибудь канал. Но один раз. Потом понимают, что я говорю не то, что заказано. И больше не приглашают. Пришлось даже свой канал из-за этого сделать. Понимаешь? Это тоже хорошо. Тут те каналы тоже санкционировали незаконно. Их просто салий закрыли. Три телеканала. Взять без суда и следствия. Закрыть незаконно. Это что же ненормально? Ты знаешь, я считаю... Вот так же само закрыли страной. Уэй такой ресурс большой был. Я считаю, что эти каналы... Все знали, что они пророссийские. Все знали, что они пророссийские. Они гнали российскую пургу. Но все это знали. И я считаю, что это менее опасно, чем то, что сейчас делают каналы. Потому что они вот эту пророссийскую, антиамериканскую, антидемократическую пургу гонят в самом конце. Или выставят меня, или Лорионова один раз. Потом 10 анти-Лорионов, 5 анти-Табах. И говорят, ну как же, мы же объективные. Вот у нас такие, такие, такие. Ничего не объективные. Это трюки они играют. И всегда у них там последнее слово. Я советую прийти на «Перший незалежный», тогда каналы, которые закрыли. Там такого нет. Серьезно говорю. Я выступаю на украинском. Я говорю свою украинскую позицию. А ты выступаешь, потому что это единственный, куда тебя приглашают. Тебя просто другой платформы негде. Ты можешь высказать свое. Ну там тоже, там, слава Богу, дают, что говорит. Так что тут советую, есть свобода слова еще. Мы боремся за свободу слова в Украине. Мы не дадим, чтобы у нас уничтожили. Мы за это боремся всю жизнь. Мы тоже. Мы уже боремся за это. И мы теряем это. И нельзя, чтобы суда и следствия взяли и закрыли каналы. Если тебе не нравится, подавай в суд. Через суд решаем. А демократическое общество... Ну ты знаешь, у нас то же самое. У нас каналы, ну они частные, они хотят, что и то и дел. Фейсбук, Твиттер, Ютуб. Да, президента взяли и вырезали тоже сразу себе. А Талибан может вещать. Да, Талибан общается. Президент опасен для демократии, а Талибан нет. Или Иран. Иран может вещать на Твиттере. Хазбула у них там есть. Меня санкционировали, я думаю, что я потеряю канал там, потому что постоянно оскорбил того, оскорбил этого. Или сказал не то. Что я тебе могу сказать? Держись, дружище. Будем бороться. Держим строй и не падаем духом. С Божьей помощью правда победит. Слава Украине. Героям слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова